Добрый день, уважаемые коллеги. Я не уверена, что меня слышно, видно. Вот, замечательно, что-то получилось. Но сегодня мы не будем говорить о всевозможных онкологических заболеваниях на фоне беременности, потому что их довольно-таки много. Мы сегодня говорим в основном о раке молочной железы, который, как на сегодняшний день, фиксируется наиболее часто. И вот вы видите, что среди 6-7 основных заболеваний, которые встречаются у беременных, мы встречаем как рак молочной железы, так и рак шейки матки. И меланома, здесь она немножечко стоит на четвёртом месте, но сегодня она переползает потихонечку, оттесняя все прочие онкологические заболевания. И скоро она займёт первое место. Почему мы на данном конгрессе посвятили теме меланомии и беременности целый доклад. И он у нас звучал несколькими днями раньше. Но вы видите, что в принципе, в общем-то, онкологические заболевания у беременных встречаются не так часто. Но тем не менее, следующий слайд, пожалуйста, отключайте мне. Но тем не менее, мы видим, что тенденция-то неприятная. Рак молочной железы у беременных больных потихонечку, вы видите, ползёт вверх, и диагностика, к сожалению, нас не радует. Следующий. Следующий, следующий. Кнопочку, пожалуйста. И когда к доктору приходит пациентка, имеющая онкологический диагноз на фоне беременности, то в 30-60% такие беременности прерываются по настоянию врача. Причём, не торопитесь переключать. Причём вот эта разница 30-60%. Почему такая разница? 30% – это наши зарубежные коллеги, а 60% – это наши с вами российские коллеги, которые стремятся как можно быстрее избавить пациентку от беременности, причём на любом сроке. Иногда мне встречались случаи, когда пациентки приходили на сроки 31-32 недели после длительных программ ЭКО, десятилетних программ. И такая беременность прерывалась, несмотря на то, что у пациентки была начальная стадия заболевания, и такую беременность можно было бы сохранить. Следующий, пожалуйста. Но в основном вопрос ставится прежде всего, как диагностировать и какие методы диагностики мы можем применять у беременных пациенток. Следующий, пожалуйста. Ну, прежде всего, сложности-то диагностики связаны, знаете, отчасти с психологическими вопросами, когда доктор не понимает вообще, что он может столкнуться с такой ситуацией, потому что есть такое ложное представление у онкологов, что беременность – чудесное состояние, которое облагораживает и излечивает от разных болезней. В частности, рак не может никоим образом образовываться, развиваться на фоне этого чудесного состояния, что на самом деле не так. Поэтому врач не готов к диагнозу, пациентка не готова к диагнозу, и он, и она всячески оттягивают момент постановки диагноза, стараясь как бы объяснить изменяющееся состояние той же молочной железы каким-то другим физиологическими особенностями. Начинают лечить молочную железу, например, от воспаления или от мастита, а не от рака. И, разумеется, тут же боятся, конечно, применять какие-то методы диагностики, которые, по мнению врача, категорически воспрещаются в любой период беременности. Следующий, пожалуйста. Вот здесь вы видите так называемую отечную и фильтративную форму рака молочной железы. Может быть, наши пациентки, которые сейчас сидят с той стороны экрана, может быть, сталкивались даже с этой довольно серьезной болезнью, с серьезной формой заболевания молочной железы. И вы видите, по сути дела, тот, кто не знает, и тот, кто глубоко уверен в том, что рака у беременных не бывает, поставит диагноз мастит, поставит диагноз воспаления и начнет, не дай бог, но начнет лечить всяческими процедурами, вплоть до тепловых процедур, вплоть до использования горячей воды, использования процедур в бане. Просто мне, к сожалению, приходилось сталкиваться с такими случаями, с массажем, с накладыванием разных мазевых повязок. И это длится иногда до 3-4 месяцев, а болезнь-то развивается. И болезнь, к сожалению, прогрессирует. Беременность прогрессирует, но и болезнь поражает все больше и больше, так сказать, органов. Поэтому в данном случае, если доктор что-то не понимает, и вы видите, что доктор в чем-то сомневается, и есть у нас прекрасная возможность второго мнения, которое сегодня очень развито, пожалуйста, обращайтесь к другому врачу. Я думаю, что он разберется, может быть, лучше, если понадобится и к третьему, в конце концов. Следующий, пожалуйста, слайд. Ну и, конечно же, доктор чего боится? Боится, что он не может применить у пациентки ни рентген, ни маммографию, ни, тем более, МРТ, ни ПЭТ-КТ. Не дай бог эти методики навредят плоду. Но на самом деле все эти процедуры, все эти методы несут очень маленькую радиоактивную дозу на плод, потому что они в основном делаются с определенной защитой органов брюшной полости, органов малого таза, накладывается специальный защитный экран, и, в принципе, элементарная маммография или же, например, рентген легких можно сделать. Есть такая методика сегодня – магнитно-резонансная томография всего тела. Наши коллеги зарубежные, они очень любят ее выполнять беременным пациенткам и считают, что от макушки до пятка они их могут просветить МРТ и понять, где находится заболевание, на каком уровне. Но мы до этого, слава богу, еще не дошли, я думаю, что, в общем-то, не найдем, потому что, в принципе, диагноз мы можем поставить с меньшими рисками на сегодняшний день. Следующий, пожалуйста. К сожалению, маммография, которая является следующим золотым стандартом на сегодняшний день, не всегда нам помогает в этом вопросе. Вот здесь вы видите, что с левой стороны, кто видит, уже отблескивается, даже изменяет кожу опухоль, которая выпячивает молочную железу. А с правой стороны та же опухоль, она замурована в молочной железе среди измененной ткани, облака, ничего не понятно, нет четких границ этого образования. Поэтому маммография у беременных, к сожалению, иногда не дает нам того ожидаемого результата, на который мы на нее возлагаем. И в этом смысле, конечно, простейший ультразвук, следующий слайд, пожалуйста, к которому мы, в общем-то, с вами привыкли, который мы любим и который абсолютно безопасен для беременных, вот он помогает достаточно четко понять, что перед нами. Доброкачественная опухоль фибродномали, либо это уже, в общем, более грозная опухоль, которая требует немедленного разрешения, немедленного лечения. Следующий, пожалуйста. Ну и вот здесь перечислены те методы, которые, по сути, мы можем использовать у беременных пациенток. Как я уже сказала, ультразвук безопасен на любом сроке. А вот даже ПЭТ-КТ, КТ, рентгенография органов брюшной полости, она, в принципе, они не рекомендованы. Но если очень хочется, и если есть необходимость все-таки разобраться в процессе, то в некоторых случаях мы можем это выполнять. Вот здесь в конце показано, что МРТ возможно без контраста. Это тот самый случай, когда, я уже сказала, наши коллеги в европейских центрах сканируют на МРТ, собственно говоря, весь организм беременной женщины. Но опять-таки надо помнить о том, что в первом триместре этот метод вызывает патологию плода и буквально его разрушает, потому что ударная волновая такая энергия, которая исходит от этого метода, она может вызывать кавитацию эмбриона на ранних сроках. Следующий, пожалуйста. Ну, вы все знаете, наши пациентки, которые здесь находятся, что самым замечательным методом, который разрешает все вопросы, является, по сути дела, гистологическое заключение, гистологический анализ, который предоставляется биопсией опухоли. И в результате проведенной биопсии мы понимаем, с чем мы имеем дело. Мы понимаем, какая опухоль перед нами, как ее лечить, можно ли ее сегодня лечить, каких результатов мы в будущем добьемся, какой прогноз, по сути дела, эта опухоль нам принесет. Вот здесь вы видите, что микроскопическое исследование проводится. Вы меня спросите, а почему такая толстая игла? А где же такая тоненькая иголочка и шприц, к которому обычно привыкли наши пациенты? На самом деле, тонкоигольная биопсия сегодня не приветствуется, потому что мы не можем терять время. И все же мы должны сразу же уже получить достаточное количество гистологического материала в ближайшее время. Следующий, пожалуйста. Следующий. Следующий. И встает вопрос, как и чем лечить беременных больных, и возможно ли это? Ну, разумеется, прежде всего, конечно же, нужно обсудить с больной, хочет ли она прервать эту беременность, или же все-таки нет, или все-таки она хочет сохранить этого ребенка, тогда, начиная с второго триместра, такая возможность у нее появляется. Но мы просим во всех случаях все же подписать отказ от прерывания беременности. Это лишний раз, в общем-то, как бы стимулирует нашу пациентку на обдумывание ее последующих действий и на обдумывание прогноза болезни. Следующий. Прежде всего, мы говорим о том, что решать в одиночку доктор, к которому вы пришли первый раз, который поставил вам диагноз рак, не должен. Потому что так складывается, что решение о вашей судьбе и о судьбе вашего ребенка должен принимать не только онколог, но и акушер, гинеколог, иногда психолог хорошо бы, чтобы с вами поговорил, и, несомненно, конечно же, генетик, который участвует в процессе как постановки диагноза зачастую, определяя прогноз болезни, так и, в общем-то, судьбу вашего ребенка в будущем. Потому что если мы говорим о наследственной предрасположенности, то имеет большое значение, как вы будете готовы к тому, что у вас родится девочка, которая будет носительницей мутации, патологической мутации, такой же, как у вас. Следующий, пожалуйста. Ну, здесь показана схема лечения беременных больных, которую мы разработали в свое время с нашими зарубежными коллегами из 30 европейских центров акушерских и онкологических. И здесь вы видите, что представлены разные варианты лечебные. И вот с зелененьким очень активно горит химиотерапия, что иногда ввергает в панику наших пациентов, когда они видят, и когда мы с ними обсуждаем вариант химиотерапевтического лечения. Они говорят, что, разумеется, ребенок может пострадать. Но обратите внимание, что химиотерапию мы начинаем применять, начиная с второго триместра беременности, когда ребенок уже сформирован, ручки, ножки, глазки и прочее уже есть. Единственное, к сожалению, химиотерапия, начиная с этого срока, может повлиять на развитие ребенка в плане роста. То есть детишки немножечко отстают в росте. Хотя, когда они рождаются, они очень быстро набирают вес, очень быстро набирают рост, буквально за 6 первых дней. Здесь интересно, на схеме отмечено, что даже радиотерапия, лучевая терапия может применяться у беременных. Опять-таки, это наши зарубежные коллеги, они немножко нас опережают во всяких экстремальных методах диагностики и лечения. Они тоже уже в двух центрах применяют лучевую терапию у беременных больных. Но, опять-таки, это необходимо делать, например, только в первом триместре, когда матка ещё низко расположена, далеко расположена от молочной железы. И, в общем, этот метод относительно безопасен в этот период. Но, как мы не старались придумать возможности радиотерапии в использовании наших пациенток, у нас не было ни одного случая, когда девантная, например, лучевая терапия потребовалась бы нам непременно, потому что её всегда можно отложить на период после родов. Единственное, что мы просим наших пациенток не пугаться, потому что родоразрешение у них будет несколько раньше. Не 40 недель, вообще сейчас 40 недель практически уже никто не рожает. Это 36-37 недель беременности, когда уже ребёнок в совершенно нормальном состоянии, не требует реанимации. И, в общем-то, такое родоразрешение на данном сроке позволяет нам, в общем-то, быстрее вернуться к продолжающемуся лечению у них. А ребёночек находится под наблюдением акусера в какое-то время, а пациентка возвращается к нам на лечение. Следующий, пожалуйста. Но хирургическое лечение возможно на любом сроке беременности, начиная с первого триместра. Единственное, конечно же, конечно же, всё же, если есть возможность потянуть до 12 недели, мы как-то договариваемся с нашими пациентками, если ситуация не экстремальная, а хирургическое лечение возможно при начальных стадиях заболевания, значит, можно чуть-чуть всё же подождать с операцией, всё же мы начинаем лечить их с 12 недели. Следующий, пожалуйста. Но вот здесь показано, что, к сожалению, не всегда мы можем на первом этапе подключать операцию. Здесь в данном случае требуется химиотерапия, чтобы опухоль уменьшить, а потом сделать красивую органосохранную операцию. Поэтому вот такие размеры опухоли наших больных не позволяют хирургически их оперировать. А мы должны говорить с ними о химиотерапии. Следующий, пожалуйста. Вот химиотерапия, возможно, как я уже сказала, в 13-14 неделе беременности. Следующий. Причём пациенткам подбираются схемы, которые, в общем-то, являются стандартными для лечения рака у небеременных пациенток. Мы не можем ни уменьшать дозу, ни увеличивать интервалы. Это неправильно. Мы лечим точно так же по тем же законам, как если бы пациентка была небеременная. Поэтому это позволяет нам достигать, в общем, очень хороших эффектов от лечения. И надо сказать, что к моменту родов иногда мы даже не находим опухоль. И поэтому сегодня мы стараемся метить до начала всякой химиотерапии, размечать специальными железными разметочками опухоль для того, для того, чтобы в дальнейшем найти то место, где она когда-то была. Это очень приятно, потому что раньше считалось, что у беременных пациенток эффект от лечения очень низкий. Но современные методы терапии, химиотерапии позволяют, в общем-то, добиваться очень высоких, хороших результатов. Но что касается родоразрешения, как я уже сказала, это 36-37 неделя беременности. И вот очень странно, но иногда глушеры меня спрашивают, как нам родоразрешать пациентку? Естественным путем или с помощью кесарево сечения? Я говорю, дорогие мои, это полностью ваше прерогативо. Вы решаете сами, как вам удобнее, как пациентке удобнее. Анастасия Анатольевна, ради бога, извините, у нас немного рекламентов. Да, я заканчиваю. В общем, мы склоняемся сегодня все-таки к естественному родоразрешению. Следующий, последний слайд, который говорит о том, что тоже можно все пропустить. Но вот здесь, в принципе, координаты, если какие-то вопросы у вас будут, пожалуйста, обращайтесь. Есть еще много интересных вопросов, которые можно обсудить. И беременность после лечения рака молочной железы – это особая тема. И сохранение фертильности у онкологических больных – также особая тема. Я надеюсь, в будущем мы тоже сможем с вами об этом поговорить. Спасибо. Спасибо.